Здравствуйте, я Дерек Уокер, пестер библейской церкви в Оксфорде. Сегодня мы поговорим о том, что на самом деле произошло в День Пятидесятницы. В каком-то смысле этот урок — это кульминация всей этой серии программ, потому что в День Пятидесятницы все пришло к успешному завершению, все то, о чем мы говорили ранее. И мы увидим, что все звезды сошлись. Но вначале давайте вспомним события, которые привели к этому. Мы говорили о том, что Иисус имел второй опыт с Духом Божьим. Он родился с Духом Божьим внутри, и благодаря этому он прожил идеально святую жизнь. А когда он крестился в воде, он был крещен и в Святой Дух. Тогда Дух сошел на него, наделив его силой для служения. Тот же двойной эффект мы видели в жизни учеников. В своем учении Иисус готовил их к этому. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, 14 стихе, Иисус сказал, что в Новом Завете они примут Духа внутрь, который будет как фонтан, текущий в жизнь вечную. Затем Евангелие от Иоанна, 7 главе, 37 стихе, Он рассказал им, что Дух Божий будет также и на них, и этот Дух будет течь из них, как реки, живой воды. Имеется в виду сила для служения. Затем мы видим, что они все же пережили это двойное действие Духа после воскресения Христа. В 20 главе Евангелия от Иоанна сказано, что в день своего воскресения Он дунул на них и сказал, примите Святого Духа. Тогда они приняли Духа внутрь, то есть родились свыше. Затем Он начал готовить их к схождению Духа на них, которое должно было произойти через 50 дней на Пятидесятницу. И в последние 40 дней на земле Иисус готовил их к принятию этой Пятидесятнической силы и рассказывал им о великом поручении, для которого им нужна была сила Божия. В Евангелии от Луки сказано и проповедану быть с покаянием и прощением грехов во всех народах. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас, а вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. Речь о силе Божией, которая должна сойти на них и сделать их свидетелями. А в конце этих 40 дней, прямо перед Вознесением, Иисус снова говорит о миссии и о силе для ее исполнения. Деяния, 1 глава 4 и 5 стихи. «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Речь о крещении Святым Духом. Вот что их ожидало на Пятидесятницу. Затем он описывает смысл этого крещения. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Во 2 главе Деяния мы читаем о Великом Дне Пятидесятницы. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещеваться». Вначале хочу сказать, что в 11 главе, если вы еще сомневались, подтверждается, что в День Пятидесятницы они получили не что иное, как крещение во Святой Дух, вторую часть обещанного от Отца. В 10 главе язычники получили то же самое, и затем Петр объясняет, что же это было. Он говорит, «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале», то есть в начале церкви или на Пятидесятницу. Тогда вспомнил я Слово Господа, как он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». То есть он говорит, что на Пятидесятницу они получили крещение во Святой Дух, а это означает, что Дух Божий сошел на них. Язычники получили тот же дар, что и евреи. Во второй главе «Деяния апостолов» описан прототип крещения во Святой Дух, который тоже состоит из двух частей. Четвертый стих описывает внутренние переживания, а третий стих описывает внешние проявления Духа, который сошел на них. Например, если мы посмотрим на четвертый стих, то увидим, что все они наполнились Святым Духом и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, что касается внутренних переживаний, то они почувствовали, что Дух наполнил их внутри. Но если вы помните, они уже имели Духа внутри. То есть Дух наполнил их изнутри и взял контроль над их душой и телом, а именно над языком. Для этого переживания нужно наше полное подчинение, если мы хотим, чтобы сила Божия наполнила нас. Бог может завладеть нами настолько, насколько мы подчиняемся Ему. Он не берет то, что Ему не подчиняется. Итак, в тот момент они имели внутренние переживания, но сказано, что Дух сошел еще и на них. В этом случае Дух сошел на них в виде языков пламени. Хотя мы не всегда это видим, но именно это происходит в духовной сфере. Дух на них проявился как огонь. Что же это означает? Для этого нужно напомнить вам то, что я говорил в прошлый раз. Когда мы рассказываем Евангелие, мы позволяем нашему свету сиять. Если Дух Божий на нас, то когда мы говорим Слово Божие, в духовной сфере Дух Божий светит через нас. Этот процесс описан фразой «пусть ваш свет светит». И когда вы активируете Дух Божий на вас с помощью Слова Божьего, этот свет начинает светить. Этот свет светит благодаря его Духу. И когда мы говорим, сила Духа высвобождается через наши Слова. Связь между высвобождением Духа и Светом была понятна в древние времена. Поэтому они сразу же поняли, что означают слова Иисуса «пусть ваш свет светит». Речь шла о Свете Божьем, который светит через вас посредством Духа Божьего. Они понимали это, потому что источником света в древности было масло. У всех людей были масляные лампы, потому что электричества еще не было. И все понимали, что лампа может светить только благодаря силе масла, внутри и снаружи. А масло — это прообраз Духа. А помазание маслом — это символ Духа на нас. Поэтому, чтобы светить, мы должны быть помазаны маслом Духа. А потом мы должны зажечь это масло нашими словами. В масляной лампе масло не было видно. Оно было скрыто в лампе. Это как Дух Святой в нашем Духе. Но если фитиль, символизирующий наше сердце и нашу душу, окунуться в масло, то масло оказывается еще и снаружи. Это Дух на нас. Фитиль выступал из носика лампы. Однако и тогда света не было, пока масло не поджигали в том отверстие. Дух или масло внутри нас — это не мы сами. Это масло, этот Дух внутри содержит в себе силу света. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. В нас самих нет силы, но мы имеем способность зажигать. Мы зажигаем свой свет с помощью Духа Божьего и через говорение Слов Божьих. Именно это и произошло в День Пятидесятницы. Они уже имели масло Духа внутри, но теперь масло Духа перешло на них. И когда они открыли свои рты, чтобы славить Бога и провозглашать Его Слово, сила Божия зажглась на них, и они начали светиться. Бог показал это, продемонстрировав духовный огонь над их головами. Этот огонь был проявлением Духа внутри и на них. Так Бог заявил, что теперь они готовы быть Его светом, Его свидетелями в темном мире. Он дал им свое масло внутри и снаружи, чтобы они могли светить для Него, проповедуя Его Слово. Хотя этот огонь обычно не виден для обычных глаз. Это именно то, что происходит в духовной сфере. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. И почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещеваться. Это уже масло выходит наружу. Когда они начали говорить, Дух, который был на них, зажегся, и над ними появились языки пламени. Если поставить 3 и 4 стихи вместе, то вы увидите весь процесс и внутри, и снаружи. Тут описано одно и то же переживание, но только с двух разных точек зрения. Как это выглядит снаружи, когда Дух разжигается на учениках, и, во-вторых, как это происходило внутри, когда Дух, который был внутри, наполняет их и переходит на них, когда они подчиняют Ему свои тела и произносят Его Слово. Именно это зажигает огонь и свет. Итак, мы должны принять Его миссию, светить и подчинить Ему нашу душу, чтобы Дух Святой наполнил нас и наделил нас силой, а также подчинить Ему наш язык, чтобы говорить Его слова. Переживание считается полным лишь тогда, когда вы подчиняете Ему свой язык и говорите то, что Он дает говорить. Только так зажигается свет. Итак, когда вы молитесь на иных языках, в Духе вы зажигаете силу Божию. Когда вы молитесь и прославляете Бога, вы высвобождаете эту силу. А еще это означает, что теперь вы можете высвобождать силу Божию в своем свидетельстве, потому что Дух Божий на вас. Слава Богу. Итак, нам нужно принять Его миссию. Из любви к Нему мы должны перенять Его миссию и нести свет в темный мир. В первую очередь, когда мы принимаем Христа, мы подчиняемся Ему, как нашему Господу и Спасителю. А потом из любви к Нему мы принимаем и Его миссию, в частности, Его силу для использования этой миссии. В этом случае мы готовы к крещению во Святой Дух. Его сила сходит на нас, и когда мы говорим Его словом, Его сила может высвобождаться и нести свет. Итак, после всех этих событий, в начале 2 главы, когда 120 человек молились на иных языках, все изумлялись, недоумевая, и говорили друг другу, что это означает. На иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. «Петр же, Ставс 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте слова Моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем». Итак, он понял, что на них сошел Дух Святой. Поэтому он переходит к основному пророчеству Иоиля, в котором говорится о том, что Дух Божий будет излит на всякую плоц. Петр цитирует это место. «Я хочу показать вам, что все это исполнилось в день Пятидесятницы». Есть еще и будущее исполнение, но все эти слова исполнились на Пятидесятницу. «И будет в последние дни». Иоиль писал, «После этого я буду придерживаться слова Иоиля». То есть будет после этого или после какого-то большого события. Говорит Бог, «И залью от Духа Моего на всякую плоц, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Юноши ваши будут видеть с видением, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать», то есть будут говорить под вдохновением Святого Духа, «и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма». Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, Великий и Славный. Великий и Славный День Господень — это центральное событие, а перед этим Великим Днем будут все эти сверхъестественные знамения. Затем сказано, что именно после Великого и Славного Дня Господнего будет излияние Святого Духа на всякую плоц. Затем сказано, и будет всякий, кто призовет имя Господне спасется. Здесь мы видим определенный порядок событий, предсказанный Иоилем. Во-первых, знамения на небе и на земле. Во-вторых, Великий и Славный День Господень. А затем Дух Божий будет излит на всякую плоц. Цель излияния Духа на всякую плоц — наделить людей способностью пророчествовать, то есть говорить под вдохновением Святого Духа. Это мы и делаем, когда говорим об Иисусе. Открывая рот, мы верим, что Дух Святой будет действовать через нас, прославляя через нас Иисуса. В Откровении 19, 10 сказано, «Свидетельство Иисусова есть Дух, пророчество». То есть, когда вы говорите об Иисусе, вы движетесь в этом Духе. Дух сходит на нас, чтобы наделить нас силой для пророчества, для того, чтобы говорить в Духе Святом и в Его силе. Главная цель всего этого — чтобы все люди призвали имя Господа и спаслись. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть, Божие помазание сходит на всех его людей, наделяя их силой для свидетельства и пророчества. И в результате этого люди призывают имя Господа и спасаются. Заметьте, что Петр заявил, что происходит именно то, о чем говорил Иоиль. Многие люди думают, что исполнилась лишь та часть пророчества, где сказано, что Дух изольется на всякую плоть, а остальное еще не исполнилось. Но это неверно, потому что Петр процитировал все пророчество. Если бы он считал, что исполнится лишь часть, то процитировал бы только ту часть. Но он процитировал все пророчество и заявил, что оно исполнилось. Я хочу показать вам, что все было именно так, и вот почему это так сильно. Петр заявил о последовательности трех событий. Во-первых, великие знамения, которые произошли в день распятия Иисуса за два дня до воскресения, который и есть День Господень, Великий и Славный. Эта фраза означает «великий, проявленный День Господень» или «великий День Господнего проявления». Когда Иисус воскрес из мертвых, все увидели Его и Его проявление. Это было центральной темой проповеди Петра. Он говорил о том, что воскресение Иисуса стало исполнением пророчества. По его словам, доказательство воскресения Христа — это не только пустая могила, но исполнение пророчества Иоиля, потому что Иоиль предсказал, что перед Великим и Славным Днем на земле и на небе будут знамения. Это исполнилось. А еще он говорил, что после этого будет излит Дух Святой на всякую плоть. Благодаря тому, что произошло на кресте и во время воскресения, мы понимаем, что пророчество Иоиля исполнилось, и излияние Духа на Пятидесятницу было знаменем того, что Мессия все же пришел, умер и воскрес, и начал новую эру Духа, когда Дух стал доступен всем. Поэтому люди, слушающие нас, могут тоже получить это же обещание Святого Духа как внутрь, так и на себя. Слава Богу! Что же можно сказать о знамениях? Многие люди даже не знают, что все эти знамения исполнились. Если вы слушали меня внимательно, то знаете, что эти знамения уже произошли. Сказано, что Солнце превратится во тьму. Это произошло в день распятия за два дня до воскресения. В первые три часа на кресте Иисус принес Себя Богу как приятно пахнущее всесожжение. Он принес Свою праведность, чтобы мы могли получить ее. В это время Солнце не померкло, но затем что-то необычное произошло в полдень. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло Солнцем. Это первое из знамений Иоиля. Именно тогда Иисус крикнул, «Боже мой, почему же ты покинул меня?» В этот момент Иисус стал нашим приношением за грех. Он взял на Себя весь наш грех и дал нам Свою праведность. Бог провозгласил то же самое на небе, затмив Солнце. Это затмение на небе было символом того, что происходило на земле. Иисус — это Солнце праведности, но Он сделался грехом из-за наших грехов. Он понес на Себе всю черноту греха, поэтому полуденное Солнце сделалось черным, символизируя тот факт, что Сын Божий, Солнце праведности, был покрыт нашими грехами. Так Бог демонстрировал все происходящее. Итак, Солнце превратилось во тьму. Но что было с Луной? Мы знаем, что такое событие было в 33 году. А Мосс говорил об этом в своей книге 8 главе 9 стихе. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат Солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Римские историки записали это сверхъестественное затмение, потому что оно казалось им чем-то необычным. Флигон в своем произведении «Олимпиады» писал так, «В 4-й год 202-й Олимпиады, это 33-й год, было большое солнечное затмение, больше, чем когда-либо, потому что в 6-м часу, в полдень, день превратился в ночь, и на небе были видны звезды. В Вифане произошло землетрясение, разрушив большую часть города Никея». Эти записи даже указывают год, когда это произошло, 33-й год нашей эры. Итак, Солнце превратилось во тьму, а Луна превратилась в кровь. Это было известное выражение для описания лунного затмения. Темное Солнце — это что-то сверхъестественное, а превращение Луны в кровь — это естественное знамение, хотя и весьма редкое. Почему? Потому что тень Земли, падающая на Луну, делает Луну кроваво-красной. Краснота усиливается, если Луна недалеко от горизонта, а также если в воздухе много пыли. В день распятия было землетрясение, которое могло создать много пыли. В наше время существуют астрономические программы. Если вы занимаетесь астрономическими подсчетами, то благодаря новым программам можете узнать, что на Пасху в 33-м году было лунное затмение. Луна стала кровавой, и это было видно из-за Иерусалима. Итак, когда Иисус умирал, Он закричал, «Совершилось! Я все совершил!» Затем Его похоронили, и на одной стороне неба Солнце начало опускаться вниз, и в тот же самый момент Луна начала подниматься над горизонтом, и она была кроваво-красной. Все из-за землетрясения. Это выглядело невероятно, потому что не только небо потемнело, но Луна стала кровавой. Впечатляет вся эта комбинация знамений. То есть это было не одно знамение, а сразу два. И это произошло на Пасху 33-го года. Это первая Пасха в нашем календаре, и сразу же такие впечатляющие знамения. Что же это значит? Поскольку Христос умер и заплатил за нас Своей кровью, Бог показал это на небе, превратив Луну в кровь. Если Солнце символизирует Христа, то Луна символизирует Его людей, потому что Луна не имеет собственного света. Она отражает свет Солнца. Итак, Луна символизирует людей Божьих. И таким образом Бог провозглашает на небесах, что теперь Его люди покрыты кровью Христа. Слава Богу! А как насчет знамений на земле? Одним из знамений на земле была кровь. Кровь — значит важная смерть. Конечно же, это была кровь Христа. Она соответствовала кровавой Луне, которой Бог демонстрировал, что теперь Его люди покрыты кровью Христа. Знамения на земле — это кровь, огонь и курение дыма. Конечно же, речь идет о землетрясении. Во всем Средиземноморье произошло сильнейшее землетрясение. Представьте себе ту сверхъестественную тьму. Это значит, что все достали свои масляные лампы. Затем было землетрясение, которое могло вызвать многочисленные пожары в разных местах. Получается, что пророчество Иоиля исполнилось полностью. Современники Петра знали обо всем этом. Ему не нужно было рассказывать, что все эти знамения произошли. Все эти знамения произошли до великого и славного дня Господнего. И теперь Петр проповедует им и говорит, «Христос уже воскрес из мертвых. Великий и славный день — это день воскресения Мессии». Итак, у нас есть знамения на небе, после них великий и славный день Господень, но в пророчестве Иоиля также сказано, что после этого или в начале, последнего времени, Мессия принесет новую эру Духа, после этого Дух Божий зальется на всякую плоц. Иными словами, он говорил, что теперь Дух Святой излит на всех вас. Если вы поверите в Мессию, то тоже можете получить дар Святого Духа, потому что это исполнение пророчества, которое касается и вас. И в 36 стихе он подводит такой итог. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен весницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Иными словами, исполнение пророчества Иоиля доказывает, что Иисус и есть Мессия. Он воскрес из мертвых, а теперь изливает Святой Дух, как и было обещано. Затем Петр говорит, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование Святого Духа и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». То есть Дух Божий был дан всем. Пророчество Иоиля исполнилось, а это означает, что для того, чтобы Дух Божий излился на вас, вам лишь нужно покаяться, принять Христа, принять прощение ваших грехов. Тогда вы получите Духа внутрь и можете принять Духа Божьего на вас. Наше служение проходит каждое воскресенье в Чейни-Скул-Холл, Хэддингтон, Оксфорд.